Друзья, если вы внимательно следили за тем, что происходило в нашем сообществе в течение последних нескольких месяцев, вы могли заметить, что я перешел на новый аудиоинтерфейс Antelope Audio Orion Studio Synergy Core, а заодно и сменил свой микрофон на их же H-Duo. Понятное дело, что эти обновления связаны с моим переходом в Dolby Atmos, но сегодня речь не об этом. Сегодня я хочу вам показать, как можно использовать обработки Antelope Audio в процессе сведения аудиозаписей в любой выбранной вами DAV. Я буду показывать это на примере Nuendo, но вы можете попробовать то же самое в вашем секвенсоре. Сейчас мы послушаем дорожку лидирующего голоса и потом применим обработки, чтобы сделать ее звучание более качественным и более интересным. Поехали! Перед нами достаточно хорошо записанный голос, но я слышу ряд проблем, которые мы можем исправить. В первую очередь я слышу избыточные низкие частоты, какие-то задувания в микрофон, а также немного нестабильную динамику и частотную характеристику в районе верхней середины. Давайте посмотрим на анализатор. Действительно, избыточный низ, недостаточно много верхней середины, а также нестабильная динамика. Что ж, если я использую эквалайзер в Nuendo, я буду задействовать ресурсы центрального процессора моего компьютера. Но Atmos Mix и так требуют достаточно много мощности. А мы можем разгрузить нагрузку на наш компьютер с помощью процессоров, встроенных в карту Orion Studio Synergy Core. Что для этого нужно сделать? Открываем плагин IFX2DO на дорожку голоса. И вы видите, что сейчас задействованы каналы 33 и 34. То есть мы работаем со стереодорожкой голоса, соответственно, мы будем использовать спаренные обработки. Хорошо то, что нам не нужно будет настраивать каждый канал отдельно, мы можем делать все настройки одновременно, что очень даже радует. Прежде всего, я хочу удалить лишние низкие частоты, чтобы они нам не мешали. Давайте выберем из эффектов что-нибудь подходящее. Можно начать с обычного SSL Equalizer и здесь использовать обрезной фильтр. Попробуем. Отлично! С избытком низких частот мы справились. И также я хочу немного прибрать частоты в районе 7-8 кГц, потому что там иногда слышны неприятные всплески. Вот здесь. Я не очень люблю использовать эквалайзеры SSL для усиления частот, поэтому эти операции мы сделаем с помощью другого эквалайзера. Но здесь мы еще не закончили. Я хочу немного прибрать фундаментальную частоту голоса. Слишком сильно прибирать не будем, но немного стабилизировать голос было бы хорошей идеей. Легкий срез низкочастотной полкой. Совсем немного. Отлично! Послушаем до обработки. Действительно, сейчас звучание кажется чуть более чистым. Включим связанный стереорежим и перейдем в следующий модуль. Теперь я хочу попробовать использовать предусилитель для того, чтобы добавить голосу немного гармоник. В нашем распоряжении есть масса устройств. Вы можете заметить, что в комплекте с моей картой есть все доступные на данный момент процессоры Antilope Audio. Но если вы будете покупать карту примерно в текущее время, вы получите в районе 50 эффектов в комплекте. Плюс микрофон, Edge Solo, плюс Bitwig Studio. В общем, довольно хорошее время для того, чтобы сделать апгрейд. Но сейчас я выберу предусилитель, который, скорее всего, тоже будет идти в комплекте с вашей картой. BA-31. Послушаем его. Хорошо. Если бы мы слышали какие-то искажения, я бы немного прибрал гейн, но сейчас звучание хорошее. Больше гейна добавлять я не хочу, потому что тогда вокал станет грязным. Послушаем без обработки. Совсем легкое усиление, чтобы чуть-чуть округлить голос. Хорошо. Это уже мне нравится. Теперь я хочу попробовать использовать эквалайзер, который слегка усилит высокие частоты и, возможно, верхнюю середину. Для этого обычно хорошо подходит Harrison или Helios. Давайте посмотрим, что есть в нашем распоряжении. У нас есть и Helios UK69, и Harrison. H32C. Но я, пожалуй, возьму Helios. С его помощью я немного добавлю вверха, вот, 10 кГц. И также попробуем усилить частоты в районе 2-3 кГц. Ну вот базовая частота 2,8. Давайте послушаем и добавим в процессе. Слишком искусственным голос я делать не хочу. Мы можем остаться вот в пределах вот таких значений. Слишком сильно поднимать вверх мы тоже не будем, потому что тогда будут простреливать сибилянты. Да, звучание неплохое. Также попробуем немного усилить низ. Мы его чуть-чуть срезали на SSL, а с помощью Helios попробуем его слегка восстановить. Это вполне привычная практика, когда один эквалайзер мы используем для ослабления каких-то частот, а другой для усиления. Очень бархатный, приятный низ, но его слишком много. When I was just a girl, my heart knew how to glow without you, but for all. Wow, let me doubt, let me grow, let me see how it can be so, just to go, just to go. Хорошо, может показаться, что низа сейчас многовато, но чуть позже мы используем компрессор, и звучание немного стабилизируется. Послушаем до обработки. When I was just a girl, my heart knew how to glow. Чуть более тонкий звук. А теперь чуть более богатый. Но после этого эквалайзера уровень немного более высокий, поэтому кажется, что чем громче, тем лучше. Мы сейчас это исправим с помощью компрессора. В качестве компрессора я возьму, пожалуй, дистрессор. У антилопы он называется импрессор. Давайте попробуем 10 к 1, оптический режим. Включим вторую гармонику. Атака и релиз. Пока пускай будут по умолчанию. И давайте послушаем. When I was just a girl, my heart knew how to glow without you, But for all. Wow. Let me doubt. Let me grow. Let me see how it can be so. Just to go. Just to go. Обратите внимание на то, насколько сильно сейчас импрессор давит сигнал, но при этом нет ощущения, что вокал звучит как-то передавлено. Это очень хорошо. И компрессор на самом деле и должен так работать. Независимо от того, какое подавление мы будем выбирать, он должен звучать прозрачно и не создавать какого-то избыточного пампинга. Можете обратить внимание на то, что я не забываю включать спаренный стереорежим, поскольку голос у меня звучит по центру, и мне не нужно обрабатывать отдельно левый и правый каналы. Давайте попробуем изменить значение атаки и релиза. Отлично. Я немного замедлил компрессор, сделал так, чтобы он чуть более плавно обрабатывал наш голос. И мне кажется, что все-таки усиление низа было избыточным, поэтому выключим его в хелиосе. Послушаем теперь. Но мне не нравится. Голос кажется слишком тонким. Давайте вернем. Слишком тонкий. А теперь чуть больше бархата. Мне это нравится. Я хочу немного еще стабилизировать звучание с помощью дополнительной линии компрессии. На голосе мне обычно нравится Summit Audio TLA-100A. И здесь он тоже есть. SMT-100A. Давайте послушаем. When I was just a girl My heart knew how to glow Without you But for all Wow Let me doubt Let me grow Let me see how it can be so Очень приятно. Но я попробую сейчас слегка прибрать низ в SSL, чтобы сбалансировать работу эквалайзера Helios и чтобы немного стабилизировать общее звучание голоса. When I was just a girl My heart knew how to glow Without you But for all Wow Let me doubt Let me grow Да Да Теперь звучание кажется более стабильным. Отлично Попробуем магнитофон Real to real Включим тоже связанный стереорежим И попробуем различные типы ленты When I was just a girl My heart knew how to glow Слишком темная Without you But for all Wow Let me doubt Let me grow Let me see how it can be so Слишком агрессивная. Мне нравятся варианты первый и третий. Давайте послушаем их еще раз. When I was just a girl My heart knew how to glow When I was just a girl My heart knew how to glow Without you But for all Wow Очень приятное звучание. Вы можете заметить, как с помощью магнитофона мы округлили звучание, и теперь эски не кажутся слишком выразительными, Вокал кажется более цельным, и звучание намного больше похоже на то, что бы я хотел получить в итоге. Давайте послушаем звучание без всех модулей, то есть полностью сырой голос, и сравним с обработкой. When I was just a girl My heart knew how to glow Without you But for all Wow Сейчас слишком громкий голос, поэтому мы не можем адекватно сравнить. Я уменьшаю output, то есть выходной уровень на магнитофоне. Очень неплохо. Мне кажется, что нижняя середина сейчас звучит избыточно надута, но в миксе может быть, что это будет работать хорошо. Тем не менее, я возьму сейчас дополнительный эквалайзер, Clear Queue, и попробую слегка ослабить нижнюю середину, чтобы проверить, как будет голос работать в миксе с этой корректировкой и без нее. Давайте сразу приберем вот здесь. When I was just a girl My heart knew how to glow Without you But for all Wow Let me doubt Let me grow Let me see how it can be so Yeah, мне кажется, так вокал звучит чище. Но в миксе проверим. Давайте послушаем. When I was just a girl My heart knew how to glow Without you But for all Wow Действительно, звучит неплохо. Теперь послушаем с пространственными процессорами. А теперь оставим пространство и послушаем звучание без IFX to do. When I was just a girl My heart knew how to glow Without you But for all Wow Вы можете заметить, как голос вываливается из микса. Некоторые фразы слишком громкие, некоторые слишком тихие, и в целом интеграция вокала вместе с инструментами не происходит. Теперь намного лучше. Конечно, может показаться, что вокал излишне яркий. Возможно, можно дополнительно проработать середину, поиграться с настройками нижней середины. Но тем не менее, вы видите, как просто использовать процессоры антилопы внутри наших секвенсоров. И заметьте, все вот эти обработки, которые мы использовали, никак не задействуют центральный процессор нашего компьютера. И сохраняют его мощность для других обработок, нужных для наших атмосмиксов. Что ж, ребята, напишите в комментариях, что вы думаете о приборах антилопы. Какие приборы вы бы хотели, чтобы я показал вам еще. И переходите по ссылке, смотрите акции на сайте компании. Возможно, сейчас не только мне, но и вам стоит обновить ваши аудиоинтерфейсы. А пока большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Субтитры подогнал «Симон»